21 января 2021 года в ДК сработала пожарная сигнализация. Хорошо, что это был не пожар, а попытка бывшего арендатора вмешаться в инженерные системы владельца здания. Я пришла в Дом культуры, увидела двух неизвестных человек, которые копаются в сигнализации. Я не разбираюсь в этом, в какой то ли сигнализации пожарной, то ли общей сигнализации. Что-то устанавливают, какую-то черную коробочку. Соответственно, на мой вопрос, кто вы такие, что вы здесь делаете, ответа не было. Их контролировал работу неизвестный мне человек, которого я видела вместе с Жуковым Николаем Юрьевичем, тот, который директор МУК Центра культуры, он его представлял как начальника своей охраны. То есть их действия контролировал начальник, получается, охраны. Можно, точнее, что за оборудование ставят? По мулятору. Мулятор для чего? Простите, пожалуйста, а почему снимаете? Пожалуйста. Потому что это... Да, потому что это арендованное как бы, да? Нет, это собственник, я представитель собственника. Подождите, я сейчас... Николая Юрьевича позови. Далее они установили вот эту вот коробочку. Сработала сигнализация. Все вопросы к директору Николаю Юрьевичу. Я вас не знаю, да? Вот если вы меня не знаете, я не могу вам представляться. Поэтому не мешайте, пожалуйста. Специалист не немой. Он владеет информацией, он может пояснить. Мы представители собственника здания. Имеем право задавать вопросы. Вызывайте полицию и в присутствии полиции задавайте вопросы. Я вызвала в этот момент полицию, потому что, ну, раз они не представляются, тут все-таки находятся люди. Я отвечаю за людей, я отвечаю за всех, кто находится вот в этом здании. Мы поставили аккумулятор, она сейчас вот в данный момент в рабочем состоянии. Ну, насколько она работает, мы не знаем, мы не проверяем. Пойдемте, пройдемте, посмотрите. Слушайте, вы что? Вы видели? Так. Пожалуйста, отделись. Пожалуйста, отделись. Вы знаете, кто я такая? Мне без разницы. Знаете, кто я такая? Не надо там видеокамеру сопровождать. Не надо здесь закрывать. Вы арендуете. Мы арендуете замешать. Знаете, надо снять это. Вы не понимаете, заходите. Не помещение. Зачем вы это делаете? Я пытался дверь закрыть. Вы пытались менять. Приходите сейчас в дверь. То есть ваши непонятные люди сейчас на нас несли увлечья. Они вас не пускают в принадлежащее нам имущество. Понимаете? Сейчас приедет полиция, и я дам показания. Дадите. Да. Те люди, которые монтировали, они написали объяснительные, дали объяснение полиции. В тот момент, пока мы ждали полицию, мы ее ждали больше часа, я вызвала представителя нашей фирмы, которая обслуживает сигнализацию. Она посмотрела, сказала, что было проникновение в пожарную сигнализацию, был установлен какой-то блок, и, соответственно, было срабатывание из-за этого сигнализации. Далее есть такой руководитель кружка Филина, Розалинда, которая провела на территорию Дома культуры какого-то неизвестного человека. она сказала, что вот это вот ее какой-то хороший знакомый. Он в списке есть, да? Зарина, он в списке есть? Он в списке есть? Это как мне пришли? Сейчас мы у вас запишем. Да, запишем и опросим. У вас партизанная ваша, у нас партизанная система. Я бы запишем. Я бы запишем. Я бы запишем. Я бы запишем. Потом этот хороший знакомый спустился вниз и начал провоцировать меня, наших специалистов, начал оскорблять, угрожать. Тут же директор Дома культуры вызвал видное ТВ. Простите, пожалуйста, вот этот гражданин сейчас ведет видеосъемку. На каком астамане совершается? Он там тоже ведет видеосъемку. На каком астамане? Я могу вам сейчас план заявления дать, а вы можете написать. Я прошу зафиксироваться. Правильно? Столько сейчас вторая статья у кого-то. Заковор аренды закончился 30 февраля 2020 года. Все. По какому вопросу идет? Суд аренды? Суд по аренде? Да. Не со здоровительным ценам. Ограничительные меры были относительно вас и по поводу жалобов? Вы не сорвенствовали деньги? Нет, мне не вручены никакие ограничительные меры. А вы, собственно говоря, кто? Сейчас, пропустите. Я гражданин Российской Федерации. А вы кто? Можно назвать? Конечно. Он тут живет. Он тут живет. Я считаю, что это провокация. Кто же в действительности этот человек в маске, удививший многих людей нелюбовью к столбам? Живет ли он у нас в совхозе? Пока понятно только одно. Он не любит представляться и называет себя просто Сергей. Вот профинансовые потоки. Скажите, у вас здесь дети учатся? Вы размышляете? А фамилию назовите свою имену. А вы не лезьте. У вас тут нет детей. Диалоги идут. Кто же такой этот просто Сергей, скрывающий свою фамилию? Мы запустили в интернете поиск по фотографии и он выдал, что это Сергей Сергеевич Варлеев, уроженец Солнечногорска Московской области. Так что же он делает в совхозе имени Ленина? Выяснилось, что Сергей и его брат Павел очень любят гастролировать по Московской области и помогать организовывать разные провокации в интересах застройщиков. Ярким эпизодом такой помощи стали 2013-2014 года. Засветились тогда братья на выборах под Московным Жуковском, помогая нужным людям избраться в органы власти. Вот на видео они представляются членами избирательной комиссии и все так же не любят, когда их снимают на камеру. Избирательная комиссия города Жуковского. Так, подождите, я не успел знакомиться до конца. Фотографировать не надо. Еще раз. Варлеев Сергей Сергеевич, 80 с самого года рождения. Хорошо. А вот эта строительная компания, желая застроить парковую зону, проводит публичные слушания. Обещая позаботиться, как водится, и о детях. И здесь местные жители возмущены незванными гостями. Но наши герои не считают себя чужими. Они называют себя один собственником, а другой представителем застройщика. А интересно, в чем заключается? В чем? В политике числа, отдача, 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 отдача была. А кормушка отсоединилась, и все, давайте, вот, дайте мне денег за оппозиционную деятельность, чтобы я ничего не делала. Мне нравится быть. И вот она этим занимается, в этом, поймите. В этом, поймите. В этом, поймите. А кормушка, отдача, 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 отдача. Вы свой год, сами. Поняли, что вы есть? Оккупанты. Да нет, праздник. Пусть вы будете первым годом. Нет, мы пригласим. Бетоном, который... Да, наши судьбы хозяева. Да, вы хозяева. Вы местные, а я представитель застройщика. Гарантия строй. Гонус города. Напомним, что основатель компании «Гарантия строй», как пишут Жуковские вести, сбежал за границу, оставив после себя испорченную экологию, обманутых дольщиков и свалку мусора, которая стала причиной аварийной посадки самолета на выкурузное поле. Об этом писали многие СМИ. Теперь в Ирлее в совхозе имени Ленина возмущен, что его назвали посторонним. Кто посторонний? Нет, кто посторонний? Ну, сказано, посторонние здесь находиться не должны. Еще раз. Я приглашу... Я пригласила человека. Он утверждает, что был приглашен. Кем же? Мы видим на кадрах, как он экскортирует депутата Гаевскую, неся ее дамскую сумочку. Важно стоит за спиной Павла Бурлакова из роты Агро. В общем, своеобразная обслуга. На следующих кадрах мы видим, как он устроил провокацию в клубе «Золотая осень» и даже применил силу в отношении пенсионерки Натальи Зининой. Не трогайте. Бумага не ваша. И до 30-го числа это не ваше помещение. Вы что провокацией занимаетесь, да? Как бы ни чудил Сергей Варлеев, большую опасность для наших детей представляет его брат Павел. На кадрах оперативной съемки при задержании у него, или скажем осторожнее, похожего на Варлеева Павла человека, изымают, видимо, наркотические средства. Если прислушаться, то слышно, как на камеру он признается оперативником в недавнем употреблении наркотиков. Как утверждает автор, разместивший это видео в сети, В то время Варлеев возглавлял комитет по делам молодежи. Остается только предполагать, скольким ребятам он дал попробовать этой дряни. Слава богу, что в совхозе удалось справиться с наркоманией. Не хочется снова столкнуться с этой страшной бедой. Вот там, где сейчас парк Лукоморье, церковь, здесь тоже были заросли. Это какие-то заболочные места, заросли. И это кто туда? Никто туда не ходил, кроме, опять же, хулиганов и наркоманов. И там сплошь и рядом были эти шприцы. И знали, наверное, и власти знали, кто торгует этим наркотиками. Потому что как такой рассвет был наркоманевый. И сколько ребят у нас умерло от передозы. И это тоже все знают. Я не хочу даже называть тех, которых я знаю, потому что я уважаю этих мам, этих родителей. Потому что это такая боль, и ничего не могли сделать. Некоторых лечили, вроде бы вылечивали, но многие погибали. И это было, и это не надо скрывать. А сейчас прекрасно гуляет, все светло, красиво, и детки, все. И дай бог, чтобы это было так. Берегите себя и следуйте рекомендациям Анастасии. До новых встреч. Я считаю, что приводить детей, особенно маленьких детей, в здание, которое отключено от электричества, в котором нарушены все противопожарные нормы, в котором непонятно, что стоит в подвале, а в подвал доступа ни у собственника, ни у нашей охраны нет. Ключи от подвала забрал Жуков и отдает только своей охране. То есть мы не знаем, что там. Может быть, там динамит заложен, может быть, там заложена какая-то... Может быть, он там хранит какие-то горючие смазочные материалы. Не знаем и проверить не можем. Я считаю, что это нарушение безопасности. И брать на себя ответственность за жизнь и здоровье детей они не могут. Продолжение следует...